Смотрите здесь как интересно получается. Можно подать сразу горячую воду, холодную воду и электричество в одном приложении. Пенсионерка Людмила Авдовина активно осваивает приложение госуслуги дом. В нем для собственников жилья есть различные функции. Передача данных по счетчикам, оплата всех услуг ЖКХ без комиссии, а еще возможность проведения голосования среди жильцов в онлайн режиме. У кого много квартир, много подъездов, для них это будет очень актуальное решение вопроса. Это приложение будет намного удобнее. Никуда ходить не надо. Этим приложением поделюсь в чате нашего дома. Пускай все это знают, занимаются. У нас большинство пенсионеров. Им это будет очень интересно. Госуслуги дом создана Минстроем России как единое мобильное приложение в сфере ЖКХ. Оно позволяет экономить время и значительно упрощает взаимодействие с коммунальными службами. Через приложение можно направлять обращение в управляющую организацию. Если наши собственники все-таки научатся им пользоваться, будет очень удобно и для них, и для нас. Информацию по стендам управляющей организации распространили. Также владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта и текущих работах. А еще комфортно проводить собрания собственников. Не всем удобно в то или иное время попасть на это собрание. В рамках этого приложения можно будет проводить эти собрания удаленно. Это будет удобно для всех. И для управляющих организаций, и для собственников самих. Более одного миллиона россиян стали пользователями мобильного приложения. Авторизоваться в нем можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Шамиль Гулеев, Рустам Розеев, Тобольское время. Продолжение следует...